здравствуйте уважаемые коллеги рыболовы сегодня давайте поговорим с вами о скажем так такой снасти как фидер для донной ловли белой рыбы поговорим мы скажем так о бюджетных вариантах данной снасти о том то что можно сделать своими руками как как делать скажем так такие вещи как оснастки которые не очень хорошо освещены в популярных достаточно фильмов братьев щербаковых и других скажем так наших профессиональных рыболов рассказал расскажу о том как делать кормушки своими руками причем очень быстро достаточно просто и очень действенно работают они не хуже покупных а и вот китайские металлические аналоги которые продаются скажем так магазинах то и гораздо лучше но начнем с чего сами знаете что фидер подразделяется на несколько классов light это пикерное удилище медиум среднее это удилище скажем так с тестом до 90 100 грамм и за ними уже идет хэви то есть крепкий мощный это фидеры которые длиной 4 4 2 метра и рассчитаны на заброс как кормушек так и ракет уже до 200 грамм это уже экстра хэви и до вот скажем так 100 140 грамм это хэви ну разберем начнем с чего разбор с скажем так ультралайта среди фидеров это пикеры пикерные удилища пикерное удилище обычно представляет собой двух частное удилище длиной от 2 и 4 до 2 и 7 метра и с тестом до 40 грамм вот у меня в руках пикерное удилище тайфун пикер это компании салма это достаточно неплохо бюджетный вариант сделан он из модульного фибергласса проще говоря стеклопластика с очень удобной длинной рукояткой которую очень скажем так удобно держать в руке не скользит если даже мы грубую руки там забыли после прикормки в ведерке ополоснуть это неопрен рукоятка не пробка длиной он 2 и 7 десятых метра и не двухчастный а трехчастный то есть вот одна часть комливая и следом за ней идет уже непосредственно часть вот она средняя и соответственно гибкая вершинка то почему мы и смотрим поклевочку следующее что могу предложить это скажем так удилища доступные многим совсем недорогое это вот здесь у меня лежит удилище кондор серии дайтона это уже фидер именно 3 3 десятых метра с тестом до 100 грамм но желательно использование конечно кормушек не более 90 грамм и опять же напоминаю это тест кормушка вместе с прикормкой не путать то есть то что написано скажем на покупных кормушках это трехчастное удилище комливая часть уже пробковая рукоятка тоже достаточно длинная удобная для дальних бросков это средняя часть и уже часть которая идет непосредственно гибкой вершинки и вот пожалуйста сама гибкая у нас вершиночка это вот варианта скажем так не совсем для карповой ловли об этом мы поговорим чуть позже то есть какие скажем так бюджетные вещи можно использовать в карповой ловли с чего начнем с оснащения конечно же либо пикера либо фидера определенными скажем так аксессуарами ну что самое главное это конечно же катушечка вот здесь у нас на пикере стоит катушка дайва серии crossfire и она 2550 ее скажем так моделька обладает что очень удобно задним фрикционом ну то есть когда мы вытягиваем рыбу можем спокойно его быстренько одной рукой ослабить и затормозить или расслабить совсем то есть он будет сдавать абсолютно спокойно леску ну как вы все знаете для фидерной ловли используются конечно же не лески а скажем так монофильные лески а плетеные лески то бишь плетенка нитка как ее вот называют просторечье вот здесь у меня плетеночка 018 размотка 135 метров это плетенка фирмы rapala скажем так где-то порядка годичной давности моделька вот этой плетеночки то есть тоже достаточно недорого можно купить в хороших магазинах тулы примеру в карелии вот где беру я ее стоит она буквально там недорого в пределах где-то 400 450 рублей обладает хорошей износа стойкостью вот два сезона и спокойно я отлавливаю на ней и потом меняю то есть не один сезон также что power pro могу назвать плетенку очень удобная для этих вещей и еще конечно если позволяют средства то лучше использовать юзури дайнема это вот вообще будет просто шикарно на другом моем фидере плетеночка уже power pro 2 и 2 я не ставлю более тонкие потому что бывает что она фидер очень часто вот на прудах происходят поклевки карпов и карпов бывает трофейных где-то весом по 8-10 килограмм и поэтому на более мощных вещах сами видите у меня стоит у меня стоит катушка viva это итальянская катушка со системой bait runner то есть вот мы отщелкиваем когда он находится состоянии скажем так ожидания поклевки если что-то происходит рывок ну грубо отошли мы куда-то или проверить что-то перезабросить другой свой фидер она спокойно сдаст леску и это будет слышно то есть она начинает трещать нет нужды в электронных сигнализаторах возвращаем обратно байтрана и вновь у нас она стопорится здесь задний этот регулировочный винт это именно для байтрана не как не для шпули для ее фрикциона это вот передний фрикцион это уже серии 4000 можно пободаться даже вот с поводками грубо как стоят у меня где-то в 0 18 миллиметров флюорокарбоновые поводки пободаться и с хорошей рыбой при условии хорошо настроенного фрикционного тормоза что скажем так одно из главнейших вещей в любой ловле рыбы это правильно настроенный фрикцион вот мы разобрали основные вещи скажем так начальные то что нужно знать о фидере и пикера теперь давайте с вами пообщаемся по поводу того какие же аксексуары нам нужны к данным удочкам это конечно сменные вершинки которые идут вот так вот они выглядят идут они в комплекте к удилищам то есть вот мы открываем чтобы их не сломать они вот так убраны бывает что производитель вот здесь вот на этой части указывает тест это оптимальный тест для кормушечки то есть это тот вес кормушки которая вершинка не сдвинется одна а согнется но на эти тесты лучше скажем так внимание так уж сильно не придавать не обращать а просто взять за самый кончик их и вот так вот отпустить и вот мы уже видим да что по хлыстику по хлыстику вот с красным да как вроде должна быть более она жесткая красная вершинка но ее хлыстик более равномерно изгибается нежели чем вот у этой желтой вот пожалуйста даже здесь бывает показываю да разница видна значит просто берем и смотрим какая ниже опускается и имеет больше вот этот вот параболический строй то есть вот как он изгибается значит более гибкая и скажем так с меньшим тестом можно спокойно это все выбрать на водоеме то есть для речек это конечно же более жесткие вершинки всегда так было всегда так будет потому что там есть течение но я фидера в основном применяю на прудах и поэтому ставятся зеленые вершинки зеленой окрасочкой которые уже именно непосредственно вот это были что я вам до этого показывал это были вершинки к пикеру вот у меня комплект вершинок фидеру здесь у меня уже куплены отдельно вершинки они продаются отдельно вершинки по первости пока еще скажем так идет обучение забросам и прочим вещам это расходный материал то есть с этим надо мириться вершинки корейские стоят пределах 200-220 рублей в туле одна штучка ну а наши как говорится друзья китайцы делают комплекты из трех бывает вершинок там 100-120 рублей вот берем то есть сразу видим да разницу один отходит в бок этот самый у меня скажем так гибкий хлыстик это для ловли осторожной рыбы и вот остальные пожалуйста я держу видно на каждое свое как прогибается под каком под каким углом вот она как раз имеет вот эта вершиночка зеленую окраску что нам непосредственно и дает вот это вот более плавный изгиб ее и поклевочку покажу совсем не нажимаю поклевочку более осторожной рыбы то есть когда мы взводим боевое положение фидер кормушечка у нас упала вершинка у нас вот так отыграла все кормушка на дне мы даем небольшой совсем не вот так вот сгибать как я замечал делают многие вот таким образом это только конечно на хорошую крупную рыбу а вот создаем небольшой загиб и уже по нему мы будем видеть как это все у нас будет работать во время нашей поклевочки много вершинок набирать конечно не стоит по первости будут ну скажем так практически у любого человека происходить их к сожалению отстрелы как и кормушек так и соответственно вершиночек наших и скажем так к этому надо относиться абсолютно спокойно потому что это одно из скажем так минусов данной рыбалки это отстрел кормушек если мы во время загроса то есть не отпускаем вовремя палец который мы подтормаживаем леску обычно происходит на качественных фидерах и пикерах они просто гасит это своим движением строй быстрый он изгибается но кормушечка отлетает у нас опять же если кормушечка еще раз скажем так проговорю что она сам отдельная то есть с определенным страхующим элементом об этом чуть позже я расскажу еще одна часть без которой скажем так не но практически нереально на незнакомом водоеме ловить на фидер это так называемое маркерное удилище с плавком маркером что то есть она из себя представляет это достаточно скажем так ну пять лет назад когда я перешел практически полностью на фидерную ловлю до этого я увлекался поплавочные мне осталось большое количество плавочных удочек они были тоже опять же разные с разными тестами для разной рыбы сейчас я покажу вам это мощное удилище с мощной вершинкой и которая вполне нам позволяет забрасывать вот грузик полторы унции ну это где-то порядка двадцати пяти двадцати восьми грамм есть специальные маркерные поплавки но скажем так их цена достаточно велика это и фирмы fox и фирмы да вот у меня здесь примеру поплавок 12 граммовый это поплавок пайк спешил то есть специально для щуки если перевести это фирмы эксперт в общем почему выбрал именно его во первых его просто найти в любом из магазинов которые продают рыболовные товары у нас в нашем городе туле во вторых то что он имеет внутри видите она как бы проходит внутри у него вот отдельно у верхний стопор вот и внутри у него проходит сама плетеночка да вот опять же почему плетенка и на фидер и на пикеры и также на маркерное удилище она вот не идет винтом как мы видим да бывает у нас такой длинный винт идет от лески она не цепляется за что там на дне она более скользкая то есть вот у нас он лежит на дне мы его подтянули когда и он когда у нас начинает всплывать превосходно срабатывает вот эта вся разница между плетеночкой и обычной леской то есть то же самое вот у меня никадовская катушечка тоже поплавочная четыре подшипничка всего в ней такая абсолютно простенькая но прекрасно работает с намотанной плетенкой плетенка опять же это та которая я уже снял с фидера или спикера которого два сезона у меня отстоял ее выбрасывать скажем так не нужно потому что большая часть она у нас остается здесь в намотке и потом ее когда сматываем получается что та часть которую мы не использовали крепкая хорошая она у нас приходит вот сюда наверх вот у нас и получается то что мы ее спокойно используем для поплавка маркером вот у нас грузик ходит как он делается поплавок на маркерное удилище вот грузик просто вставлены в него плетеночка ничего больше нет вот грузик с карабинчиком с вертлюшком он свободно передвигается его стопорить не нужно а вот поплавочек вот здесь у меня заметьте да бусинка вот она бусинка это бусинка специально для того чтобы стопорный вот этот резиновый стопорочек сам не бился в грузик и давал несколько расстояния то есть видите вот да я держу они не бьются меж собой не в момент заброса ничего тело поплавка не повреждается и наверху у меня такая же бусинка резиновый стопорок мы приехали к примеру на незнакомый водоем нам нужно узнать а где у нас бровки перспективные места первым делом мы что делаем мы разбираем с вами марка маркерное удилище все то есть его мы растаскиваем разложили его и производим заброс на скажем так по максимальной дальности заброс прошел все у нас упала лесочка мы видим у нас поплавочек поднялся все мы держим удилище где-то порядка сорока пяти градусов к себе для верности можете вот в поясной ремень у многих есть скажем так на рыбалке в него упираем и держим вот руку чтобы она составляла грубо 45 градусов тогда у нас измерение мы ни вниз ни вверх ее не подадим они у нас будут более точными и подматываем катушечкой поплавочек к грузику мы это увидим и по вершинке удочки и мы это почувствуем просто по катушке по удилище потому что нас плетеночка намотана и потом мы начинаем просто отпускать ее вот здесь у меня 50 сантиметров до первого колечка мои удочки я считаю раз два три 4 смотрю сплыл поплавок 4 умножаем на 50 получается что там нас глубина два метра снова подматываем разворачиваем чуть-чуть удилище боком и подматывая еще скажем так рельеф дна мы можем этим проверить где ямки где что сделали оборотов 6 катушки что равняется грубо там двум-трем метрам мы подтянули и снова также начинаем раз два три 4 5 6 и видим вот поплавочек у нас плыл на шести метрах уже на шести раз извиняюсь на трех метров значит там ямка и теперь уже плавно поддвигаем и ищем вот эту бровочку мы ее с вами обнаружили опять же можем оставить можем прострелять и другие места обычно я оставляю поплавок маркер в воде он у меня вот так его видно он всплывает кладу удилище на подставки и осуществляю если это далеко от берега то закармливание при помощи больших кормушек это кормушки именно для предварительного закармливания то место и потом туда уже бросаю фидер непосредственно вот для чего нам служит поплавок маркер маркер на удилище теперь по поводу заброса когда мы прикормили вот это наше место где у нас стоял маркер мы первый раз бросаем туда уже собранным нашим фидером или пикером и подтормаживая леска определяем дальность этого заброса и ищем какой-нибудь ориентир на том берегу при забросе в ориентир то есть надо вот как делать чтобы было проще и по первости не обманываться мы заводим ее ровно сюда держим опять же леску леску показываю плетеночку не прижимаем вот так в полотно и кудочка делают ноги это крайне неправильно так можно без пальца остаться а вот так вот ее держим у себя на пальце не прижимая а комелем самим комлем удилище мы метимся в ориентир на том берегу примеру куст дерево какой-то там цветок растет и выполняем заброс в полете скажем так завели отвели назад вот как циферблат часов да то есть вот если показать это пусть у нас будет 11 часов на час мы отпускаем бросили она у нас летит все и мы смотрим приближается мы плавно вот так можем пальцами под тормозить лесочку упала мы подмотали на то место где стоит поплавок маркер и тут есть один маленький секрет чтоб не бросать не делать коверную бомбардировку что ни одном пятном лежит прикормка как положено которому в кормушечках доставляем а так вот везде везде и понемногу это неправильно для этого есть резинка резинка для денег или же вот у меня например силиконовая продается она тоже спокойно в магазинах силиконовая резиночка мы подмотали выбрали с вами место и здесь у нас есть клипса на каждой катушечке есть клипса вот на она если мы сюда саму плетеночку зажмем то есть можем резко бросить плетенка не леска она не амортизирует мы просто отрываем или ломаем вершинку а то и само удилище поэтому когда мы сделали заброс мы открываем дужку лесоукладывателя берем эту резинку надеваем ее на шпулю проворачиваем один оборот отпускаем теперь смотрите уже не может она резко сходить она видите вот начинает высовываться и останавливаться если уж вы совсем скажем так не уверены в том что вы хорошо бросаете то мы кусочек один этой резиночки вот смотрите как я это делаю мы ее вставляем под клипсу и тогда в крайнем случае вот она у нас дошла все она остановилась просто рвется резинка которую можно заменить не повреждая удилище ничего то есть очень и очень удобным вот это приспособление клипса и резиночка резинки для денег вот эти можно использовать сворачивать вдвое но я вот такими пользуюсь канцелярскими мощными резиночками закроем дужку подмотаем немножко леску вот мы разобрали основные вещи по поводу фидера и как им ловить теперь давайте поговорим уже именно о я сейчас убью в сторону удилища чтобы они нам не мешали и возьму для показа вот свое фидерное удилище почему сейчас объясню здесь у меня полностью надето уже все в транспортном варианте приспособление скажем так вот сам монтаж фидерный монтаж то есть как мы его делаем вот здесь видно на кончике у меня идет обычная петля которую мы вяжем двойным хирургическим узлом я покажу потом что как как это делать двойной хирургический узел и просто методом петля в петлю чтобы в случае чего нам надо что-то поменять насадочку так как в вершинках фидера очень очень тоненькие отверстия небольшого диаметра и карабинчик вот видите карабинчик с вертлюшком не проходит просто у них и опять же зачем обдирать их скажем так электрокорундовое или агатовое покрытие мы когда мы можем проще вот его сдвинули аккуратненько вытащили и по новой его надели то есть элементарно и поменять вершинку и сделать что-то другое вот один из монтажей опять же это монтаж вот сделан сам это жесткая леска тяжелая достаточно кормушечка она где-то порядка 58 грамм опять же самодельная весит с набитой где-то 80 и оснастка вот такого плана из жесткой лески очень жесткая леска видите она даже практически не пружинит вот боком висит то есть вот я покажу это называется оснастка несимметричная петля потом я покажу как вязать все это чуть позже при этой оснастке получается скажем так полный контроль над приманкой это лучше чем оснастка стива гарднера или паттерностер его один из его вариантов и оснастка симметричные петли вяжется это все очень просто быстро очень легко запомнить и здесь вот немножечко я отхожу от правил фидера не ставлю не ставлю сюда на вот эту скруточку поводочек с одним крючком потому что опять же говорю в прудах и бывает много некрупной рыбы делаю вот такой вариант чтобы скажем так минимизировать потери это обычное карповое кромысло для карповой ловли для карпфишинга нее прекрасно вот надеваются коротенькие поводочки рыбу эту не пугает уже проверено короткие поводки они между собой никак не могут вот то есть если я только вот согну их уже именно сами на коромысли плечи вот только тогда они сцепляются а так это нереально и вот два крючочка у нас получается это вот такой принцип скажем так уже моей доработки счета каких-то своих изысканий непосредственно вот этих вот вещей сейчас я закреплю крючочки специальные вот на удочках сделано для этого можно просто вот пробку рукоятку можно вот есть очень удобные такие зажимы металлические чтобы они не выскочили вот вновь мы опять же уберем сейчас наш фидер уже непосредственно с кормушкой и поговорим с вами о том как вот это все с чего это все начинать какое-то изготовление что-то такое вот еще одна оснастка уже другого плана но тоже на базе несимметричной петли это я использую для пикеров вот это уже без карпового кромысла лесочка здесь использована 028 компании бальза кивлон серия она устойчива к стиранию на дне и скажем так хорошо работает вот тоже самое показываю вам несимметричные петли то есть вот у нас кормушка лежит с вами на дне вот у нас сделан отвод из скруточки скрученная леска на конце его как бы петля в которую мы крепим уже сами поводки с петелькой пожалуйста тут снова не один опять же оговорюсь из-за мелкой рыбы в пруду а два поводочка пожалуйста один у меня крючочек стоит на опарыша вот он вот такой небольшой крючок тонкие крючки обычно использую либо овнер либо скорпион скорпионов сейчас правда что-то мало стало но перешел я в связи с их отсутствием тоже очень хорошие японские крючки гамакатсу это вот крючочек овнеровский это вот у меня гамакатсу крючок непосредственно для червя они прочные главное то чтобы крючки были прочные для фидера здесь имеются бородочки чтобы рыбка не могла у нас червя с него стащить червя то ну что вы будете насаживать кто на что ловит а этот именно для бутербродов то есть подсадка опарыш два мотыля опарыш снова два мотыля по возможности скажем так по ловле смотря бывает что сажаешь так что весь этот маленький крючочек превращается в такой как бы шевелящийся желудь и рыба его то есть более спокойно засасывает еще раз в общий вид более тонкой ажурной снасти это уже для пикерного удилища ну начнем с вами давайте говорить о кормушках вот в таких кейсах очень удобные строительные кейсы органайзеры так называемые продаются они во многих местах даже мне тут написано чтобы я не ошибался у меня их много что вот это данные фидерные кормушки другой есть фидерные монтажи и другие они подписаны очень удобно хранить здесь вот то есть даже можно и так вот увидеть сейчас я открою чтобы было поведнее вот смотрите здесь у меня лежат запасные колокольчики на случай чего то бывает такое что чтобы совсем не сильно отвлекаться от рыбной ловли мы используем как ставим вот бубенчик на ну не совсем рогатуре ну какой мы привыкли до поплавочных удочек для фидерной ловли они несколько вытянутые и к ним прямо ее цепляем то есть плюет слышно идеально и на удочку ничего цеплять не нужно чтобы ничего не мешало при вываживании рыбы и вот здесь у меня лежат различные варианты моих кормушек делается все предельно просто вот это вообще гибкая кормушка вот можете обратить внимание я могу ее хоть вот так вот собрать вот прям при вас просто в кучу а потом вот так отпустить расправить и забивать сюда прикормочку это кормушка сделана из упаковочного материала толстого ну где-то порядка два десятых миллиметра отверстия сделаны в ней обычным паяльником как вы догадались и степлером вот видите скрепочки идут я их соединяю раскладка не раскладка а развертка бывает различным вот к примеру это для скажем так более мощного то есть она для фидера она более длинная поэтому на нее я использовал раскладку какую шесть с половиной сантиметров у нее вот то что я держу расстояние по горизонтали а по вертикали она если в длину разложить будет где-то порядка двухсот миллиметров то есть чтобы у вас когда вы ее сворачиваете одна часть зашла на другую аналогичные вот уже она более толстая здесь по сечению но более как сами видите меньше по объему а также для пикера многие советуют использовать грузики я с этим не совсем согласен тогда теряется сам смысл ловли на пикерное удилище прикормку доставлять руками согласен когда десять метров от берега да но на пикер можно прекрасно ловить и в сорока метрах от берега и туда уже можно забросить только либо закормочное непосредственно удилище рукавы уже не добро шлипс рогатки маленькими порциями вот такие маленькие кормушки естественно их в продаже нет и не будет видимо но их можно сделать самому сюда также потом покажу как что оснащается надевается и получается именно вот такая маленькая штучка это именно для пикера для легкого чего-то такого кормушечка другой вариант сейчас с вами разберем из чего можно сделать это ну такая вот сеточка нее используют маляры штукатуры в работах вот знаете когда на стенах они заделывают швы то она укладывается как бы вот как вам показать непосредственно вот в шов чтобы ее потом оштукатурить прекрасно из нее изготавливается она жесткая хорошо держит тоже любые абсолютно произвольно какие вам нужны делаем все размеры любые варианты вот опять же это побольше вот пожалуйста здесь два вида для пикеров уже вот смотрите это вот сделано с трех сторон она соединена скобами и уже можно использовать для течения то есть на течении на речках потому что течение круглую кормушку она катится по дну и соответственно плохо либо квадратные либо треугольные на течении используются на стоячей воде конечно самая удобная круглая вот из них я также делал обычные скажем так для речки квадратные катушки кормушки для пикера и другой другой вариант которым на котором я особо хотел остановиться это то что просто гарантированно есть дома у каждого из нас и то что мы выбрасываем это все в мусор это полтора литровые двухлитровые и так далее пластиковые бутылки так называемые пэты вот из них получаются самые легче всего делать кормушечки вот к примеру есть темные они вот такие они не пугают рыбу уже в отличии от белых вот сейчас вам покажу пожалуйста вот у меня белая есть вот небольшие аккуратные кормушки делаются любые то есть проствор для творчества здесь не ограничен также степлером я их скрепляю на маленькие три раза достаточно на крупные конечно больше наделываю их там определенное количество потом спокойненько паяльником в вентилируемой комнате это я делаю в гараже то есть дома нежелательно чтобы дышали пластмасса это вредно очень токсично в гараже включаю вытяжку и паяльником делаю обычно как в небольших вот видите три отверстия наверху и по два с каждого боку это вот кормушечки вот такого варианта где-то они порядка наверное двадцати пяти сантиметров по горизонтали то есть вот по длине если так говорить ну и раскладка тоже не очень большая я делаю проще чтобы вот спокойно видите большой палец нормального мужчины проходил внутрь вот это оптимально чтобы забить это уже для активного клёва когда рыбу мы уже подкормили многие советуют вообще не набивать я считаю это неправильно мы уже проверяли неоднократно и выезды с друзьями такими же любителями фидерной ловли как и я лучше все таки использовать мы просто меняем кормушки то есть если мы для начала начинаем вот вам покажу кормушечка вот такая вот то есть она большого объема большого объема такого сделано тоже паяльничком немножко треугольного сечения можно использовать и на стоячей воде и на течении в реках то потом когда рыба уже собирается то есть сами видите да по объему она в половину меньше но рыбу так же приманивает из-за чего опять же погрузку да здесь вот видите листовой свинечек чем я огружаю он здесь более длинный но понимаете в чем дело ведь совсем не сложно суда его два раза грубо обвернуть и мы получим тот же самый вес это банально даже без весов просто вот на руке это все скажем так со временем будет получаться и вот опять же покажу вам пожалуйста вот покупная кормушка это сейчас даже посмотрим ластани это итальянская кормушка вот ажурная аккуратная круглая ну видите во первых металл почему минус металла сейчас объясню вот 15 грамм они написаны для пикера кормушечка когда набиваешь она весит почти все 40 то есть надо еще когда вот мы берем вот так уминаем прикормочку в нее то есть тоже не слишком сильно травмовать чтобы не от удара конечно же об воду а вот как только она нас ударилась об воду опустилась на дно и что где-то в течение там одной минуты из нее так вместе с пузырьками воздуха выходила бы уже прикормочная смесь в чем минусы когда мы выматываем обратно с рыбой это одно а когда холостая у нас получается подсечка вот здесь металлическая кормушка играет дурную шутку почему на дне у нас коряги различные водоросли мусор даже бывает такое и очень часто к сожалению не следим мы за своей природой и она просто волочится вот так по дну и цепляется крючками или же даже оснасткой ну понятно что мы оторвем крючок банально поводок но опять же время на его замену потребуется а плюс кормушек вот тоже кормушка даже тяжелую уже я вам ее показывал пластиковые отверстие здесь сделано несколько по-другому и в момент когда мы подматываем с вами катушечку она у нас всплывает на поверхность и если мы не сбрасываем с темпа а спокойно к берегу она поднимает всю снасть на 2,2 она то есть идет по поверхности а снасть уже где-то там крючочки почти вровень за ней тянутся ну может там 10 максимум сантиметров вниз опустится и вот так вот она у нас выматывается к берегу зацепы на холостых поклевках просто минимизируется работает ну ура ну а теперь давайте разберем то есть как это изготовить опять же почему оговорюсь вот покупная кормушка все видят вот такого плана вот объем ее а нам нужно сделать предварительный закорм первый вот такой кормушечка того места которое мы определили поплавком маркером вот такой обычной кормушечкой нам придется кидать ну раз 8-12 ну то есть соответственно всплески будут образовываться пугаться более крупная рыба а из-за того что мы можем использовать вот сеточку малярную или же вот пэт главное про что я говорил бутылку пэтовскую мы можем делать вот пожалуйста простор как говорится для творчества неограничен сейчас я сниму губенчики чтобы они нам не мешали вот такую вот кормушку для предварительного закон в нее сюда по объему 3-4 вот таких кормушек входит вообще без проблем и все это забивается спокойно и такие конечно же не продаются вот она у меня имеет совершенно минимальный подгруз но почему все таки она имеет подгруз что да ее можно забить сейчас объясню чтобы сделать вот здесь металлическое колечко у меня потому что она тяжелая и колечко вот то что я вам показывал вот эти все подымал видите оно из лески да чтобы обезопасить себя если вдруг там у нас закрылась душка лесоукладыватель на нашем фидере что-то такое и не испортить снасть происходит просто банальный оп отстрел кормушки а не самой снасти ничего то это уже просто в момент броска может сломаться здесь вот я использовал обычную скрепку больших номеров канцелярскую и опять же два маленьких тоненьких листового свинца его можно купить его можно в принципе во многие идут где-то новые здания строят что-то такое это оплетка с кабеля ее срезают и просто выбрасывают можно сделать то есть самому и в домашних условиях при наличии какого-то там старого аккумулятора это только на улице свинец пары свинца ядовиты там тем более с кислотой мы делаем формочку какую-то на земле ну естественно не на сырой иначе будет стрелять расплавленный металл и заливаем в нее вот расплавленный свинечек получается у нас ровная плоскость как бы противень обычно я бывает использую противень один исключенный из кухонного инвертаря я нагреваю количество свинца достаточно приличное и аккуратно по нему разливаю и толщину то есть я вижу сколько мне надо там два миллиметра три миллиметра ну обычно делаю вот где-то два миллиметра у меня вот эти все полосочки сейчас я вам их покажу и потом это все абсолютно спокойно ножничками по металлу разрезается на вот тонкие или более толстые нужные нам заготовки то есть это не стоит ничего в отличии скажем так да понятно что недорого отдать там за нее 40-45 рублей но она не работает так как нужно и к чему это все тогда вот кормушка для предварительного закорма то есть это более широкая можно хоть еще больше сделать но вот это оптимальная кормушечка таких достаточно 3 бросить и потом уже спокойно ставить оснастку бросать тем же самым фидером даже своим можно кормовым угивищем тот кто как хочет отстегиваем наш монтаж фидерный цепляем одну эту кормушку набили раз бросили подождали минутку рывочек вымотали ее это тоже кстати всплывает и даже еще лучше из-за большей ее парусности и соответственно значит опять же и зацепы и прочее минимизируется то бишь уходит в никуда ну а теперь давайте с вами сделаем кормушку ну скажем так по поводу того как ее делать разверточку я уже объяснял и отверстие поэтому я сейчас это не буду то есть степлером вам показывать а возьму готовенькую вот заготовочка кормушечки уже то есть сделано все буквально три раза степлером она скреплена сейчас я этот ящик поставлю разверну к себе вот так вот в этом ящике у меня лежат еще и завернутый в целлофан обязательно чтобы не окислялись на воздухе различные варианты вот то что я говорил свинцовых огрузок вот то есть смотрите как они выглядят вот более тонкие вот они да бывают немножко разные они толщины где-то там свинечек больше налился это не главное но они вот безумно гибкие что крайне удобно это вот на подгрузку я их использую если что-то четко там не хватает там нам несколько граммиков и более толстые скажем так которые я использую на уже как основные подгрузочные вот они то есть то же самое порезаны они ножничками по металлу это очень просто очень легко режется свинец обладают вот тоже смотрите вот такой же гибкостью никаких вопросов то есть не с этим не будет вот у нас небольшая кормушка да это грубо где-то для пикера мы подберем на нее не совсем большой кусок и не толстые свинца ну к примеру вот этот что мы делаем дальше сейчас я уберу это ну вот запас достаточно приличный с собой приходится иной раз носить хотя есть и готовые кормушки но на банке как говорится бывает всякое и пусть лучше это будет под рукой чем этого не будет мы убираем в ящичек сейчас я достану еще один свой ящик вот еще один ящик вот еще один ящичек вот и продолжим продолжим дальше то есть вот у нас здесь есть сейчас секундочку чтобы было поведение заготовочка кормушки огрузок здесь у меня в ящике всегда лежат круглогубчики в ящике которым очень удобно это все обжимать с чего мы начинаем мы берем и в нижней части не надо вот в самом низу вот покажу вам так чтобы было видно не нужно в самом низу делать вот как многие большой загиб отнюдь нет он нам будет нужен наверху там где у нас будет крепление кормушечки делаем небольшой порядка полутора сантиметров и вот так вот просто проворачиваем вот у нас получается красивый такой ровный зажим в кормушку мы его вставляем этим зажимом никак не вот так вот не наружу ни в коем случае она будет цепляться за дон и за дно и прочие вещи а внутрь и располагаем мы его вот как раз по уровню чтобы он ровно шел по нашим скрепкам от степлера удерживаем вот рукой и спокойно не очень сильно конечно но в принципе пережать свинец то нереально это все таки металл мы его зажимаем вот видите у нас уже он держится он не выпадает и теперь главная часть это вот то что я говорил леска которую я использую вот бальзекс кевлоновская 0,4 размотка 100 метров тест 17 килограмм ну 17 это конечно не совсем правильно больше скажем так она выдерживает ну не более 14 килограмм но и изготовление из нее монтажей фидерных монтажей и непосредственно изготовление крепящего элемента не сюда ту же самую скрепку как вот на большой я показывал банально вот эту леску очень и очень просто и удобно она очень крепкая к истиранию на дне то есть вот ее видно отматываю определенный кусочек и закрепляем оставшиеся берем ножнички такого плана и отрезаем где-то кусочек порядка ну 10 сантиметров хотите больше больше но больше будет путаться у нас должна получиться аккуратная петелька вот я отрезаю кусочек 10 сантиметров этот кусочек я складываю пополам пополам свернут и вяжу здесь так называемый хирургический узел как он вяжется мы сложили протаскиваем вот сюда как бы наверх прижимаем пальцем проворачиваем в обратную сторону получившийся вот этот у нас петлю и вот эту леску два раза раз и второй раз пропускаем образовавшуюся петлю вот что у нас получается потом неизменно слюним узел и затягиваем его здесь вот я очень часто за эти кончики остающиеся берусь своими же круглогубцами и вот так вот с усилием то есть он этот узел дает двойно хирургически на узле очень серьезную скажем так ну порядка восьмидесяти восьми процентов прочности от лески то есть он ее не снижает очень сильно и вот у нас получилось с вами как бы то что мы вяжем на поводочках да вот такая петелька берем ножнички и усики оставляем где-то миллиметров пять всего и отрезаем их вот у нас вот такие короткие усинки она не развяжет то есть все это уже навсегда вот так и потом эту петлю узлом к кормушке мы надеваем на наш свинец вот она пусть она даже будет пока в обратную сторону вот так вот нам будет удобнее надели и теперь вот этот кусочек свинца мы с вами внутрь заводим если надо вот так немножко пальчиком приподнимаем его чтобы он как можно ровнее лег выводим теперь а то у нас же она в другую сторону наверх вот петлю из лески вот щелкнула встала и производим обжим нашего с вами свинцового грузика и по центру тоже обжимаем потому что бывает топорщицы все кормушка готова просто быстро вот где-то порядка с этим она получает имеет где-то набитые такого плана и вот с таким подгрузом вес где-то 35-38 грамм для пикера и даже для фидера без ветра это более чем достаточно видите как быстро это все получается то есть ничего сложного только небольшой простор для мысли убираем убираем ее к нам в монтаже в кормушке и закрываем отставляем в сторону о монтажах я уже говорил какие используются и показывал их а сейчас мы разберем как же их все-таки делать для этого нам необходима снова та же самая резка 0-4 бальзов от нее мы отматываем кусок где-то приблизительно ну вот на вытянутые ваши руки на все больше метра где-то будет закрепляем чтобы она нас не распуталась и обрезаем вот она у нас наша резка разберем первую оснастку паттерност или оснастка стива многие советуют ее вязать прямо на леске я не наилен на плетенке я не соглашусь гораздо удобнее все-таки чтобы это было все отдельно бывает и кормушка рыбы заводит закоряги закручиваются и плетенку рвать ох как трудно складываем пополам нижние кончики наверху вот у нас с вами получается колечко это будет кольцо основа для нашей будущей петли куда мы будем с вами крепить тот же самый поводок или если вот как у меня вы видели коромысло то его надо предварительно сюда конечно продеть и потом уже вязать но мы сделаем сейчас с вами так называемую стандартную книжную вновь вот сложили взяли в две сделали петлю прижали пальцем провернули и в образовавшуюся петлю мы ее просунули это вот одинарная петля одинарный хирургический узел послюняли здесь достаточно одной и затянули его снова взяли что-то такое типа руловутчиков и подтянули покрепче чтобы он был ровный то есть видите вот он ровненький теперь как делать скрутку во многих это не показывает вот гораздо проще мы берем вот в руках видите у меня леска а внизу висит уже готовая для поводков разворачиваем вниз и где-то в пределах десяти-пятнадцать сантиметров мы берем вот так пальчиками леску и начинаем ее видите вот она пошла-пошла-пошла вращаться перехватываемся и вращаем ее просто но не отпускайте вот чтоб другие ваши пальцы всегда ее придерживали вращаем вращаем достаточно вот скрутка абсолютно простая видите как легко это все получается теперь чтобы нам ее закрепить мы можем здесь также завязать узел можем продеть ее внутрь здесь делать самую затяжную петлю то есть здесь простор как бы неограничен вот многие спрашивали что такое скрутка вот так вот она просто делается вот сейчас давайте я ее вновь расправлю и еще раз покажу взяли и вращаем одновременно двумя руками она как бы вот скользит у нас ее можно сделать хоть вот пожалуйста смотрите во всю длину этого и от этого она будет только жестче и лучше будет меньше у вас перехлестов и запутывание снастей во время заброса и вываживания то есть вот видите я ее все делаю длинной 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 во всю длину ее делаем чтобы она не получалась во всю длину вот еще немножечко и вот видите у нас получилась с вами одна длинная скруточка где-то порядка сорока пятидесяти сантиметров здесь у нас будет с вами как вы помните поводки а надо же как-то крепить кормушку удерживая верхнюю часть вы берете обычный карабин с вертлюжком их очень много различных вариантов продаются в наших рыболовных магазинах то есть какой вам больше понравится здесь каких-то советов дать нельзя ну вот к примеру вот у меня шестой номер вот такой достаточно крупненький это чтобы можно было менять кормушку многие вяжут кормушки сразу не совсем правильно вот в отверстие вертлюжка мы пропустим леску а уже сам замочек будем открывать и менять кормушку пропускаем с вами пропустили а теперь смотрим где же у нас с вами находится наш нижний кончик там где будет как раз поводки придерживая пальчиком мы делаем где-то сантиметров ну где-то восемь девять и прикладываем чтобы у нас тут не забываем что здесь еще будет висеть кормушечка чтобы кормушечка у нас не доставала до начала крючочка чтобы не было перехлёстов взялись делаем снова то же самое протащив притянули провернули уже внутрь мы просовываем наш вертлюжок с карабинчиком то же самое та же одинарная петля и вот ее спокойненько мы даже можем сгонять по лесе если грубо что-то нам длину откалибровать как-то надо побольше поменьше но я обычно делаю не очень большие они лучше так работают и здесь вес больше остается не цепляется снасти вновь одинарная не двойная хирургическая петля снова узел вкрываем слюной и затягиваем вот пожалуйста у нас получилась оснастка паттермостер или оснастка стивы гарнира для поводков кормушечка и вверх вот видите пока мы работали немножко расплелся то есть не беда здесь никакой паники не должно быть мы снова его собираем вот видите уже начинает немножко цепляться значит чтобы этого не было мы придерживаем ее аккуратно только не грызите леску и заканчиваем ее монтаж сейчас она немножко расплетется все наверху таким же способом мы с вами вяжем петлю уже для крепления на плетеночку вставляем где-то здесь ну сантиметров пять шесть снова делаем петлю проворачиваем здесь уже конечно делаем двойную потому что это уже будет наша концовочная часть и нагрузка на нее будет здесь приличная при забросах вяжем связали берем снова круглогубчики вставляем и затягиваем очень-очень крепко верхнюю часть можно взять еще за эти кончики залезки которые остались и потянуть уже через верх вставив палец колечко обрезаем лишний где-то порядка сантиметра здесь оставляем и вот у нас получилось полностью готовая оснастка паттерностер или оснастка костевых гарпнер предельно просто прекрасно работает самое лучшее я бы даже сказал на течении и в прудах хорошо работает сюда вот мы спокойно цепляем кормушечку сейчас покажу чтобы полностью она была у нас собрана как положено и было видно вот кормушечка открываем застежечку и спокойно застегиваем ее обратно наш паттерностер готов чем она хороша если илистое дно в водоеме на речке или даже в пруду если дно илистое поможет только паттерностер почему вот представим что ящик это у нас ил кормушечка у нас у него ушла а контакта вот он весь сохранен вот кончик удилища а вот сюда уже крючка и абсолютно нам не мешает когда она вот упала на дно лежит и спокойно входит но разбежка конечно чуть меньше у данной оснастки нежели чем вот у оснастки которую я больше всего пользуюсь и рекомендую несимметричная петля вяжется она чуть сложнее но не настолько еще раз покажу наши готовые оснастки и вот у меня здесь еще есть готовые различные оснастки я убираю ее сюда уже готовым чтобы потом ее убрать в ящик другой где уже лежат такие готовые монтажи разных длин для разных условий а кормушечку мы с вами оставим как показатель будем просто ее оставить займемся несимметричной петлей снова тот же самый на всю длину рук кусочек лески так же вновь складываем его пополам оттаскиваем наверх вот эта часть у нас вновь будет служить для привязки поводков наши петельки снова оставляем маленький кусочек складываем вытаскиваем наверх проворачиваем и закрепляем ее здесь опять же одинарным хирургическим узлом вот здесь я оставляю ее поменьше чтобы она не цеплялась вот видите где-то буквально сантиметрик снова слюним и затягиваем замечательно у нас готова часть нашей оснастки затем мы делаем скрутку длины разные для разных условий ловли но я покажу стандартную где-то 10-ти сантиметровую 15-ти сантиметровую скруточку мы вновь вращаем 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 лучше сделать чуть больше скрутку почему сейчас объясню когда мы будем ее затягивать чтобы у нас леска была равномерная а не выламывалась то есть вот я сделал даже порядка 20-ти миллиметров сантиметров скруточку теперь мы ее завязываем также хирургической петлей но уже двойной делаем петлю вот оставляем кусочек где-то порядка 10-ти сантиметров проворачиваем раз и снова с этой же стороны два получается двойная хирургическая петля или двойной хирургический узень опять же снова воспользуемся чтобы нам не рвать наши пальцы воспользуемся круглогубцами слюним и с силой с хорошей здесь силой затянем вот пожалуйста у нас получилось с вами все мы ее расплели заготовка на оснастку несимметричная петля в принципе аналогично делается и симметричная то есть только вот эта скруточка чуть-чуть подальше подальше и подальше вновь берем карабин с вертлюжком и продеваем его в не в две как мы в тот раз а в одну леску то есть чтобы он у нас вот как видите доходил до нашей скруточки свободно перемещался видите всем видно для наглядности давайте я надену кормушку почему сейчас поймете потому что несимметричная петля делается интересным образом вот у нас с вами все мы сделали вот у нас кормушечка свободно ходит все все замечательно у симметричной петли она вот так внизу останется видите а у нас не симметричная петля нам надо сделать так чтобы наша вот эта с вами кормушечка была где-то равна расстоянию половины где мы вот здесь с вами сейчас будем вязать узел то есть чтобы у нее был вот ход в эту сторону до поводка и в другую сторону вот то есть она у нас где-то по центру можно чуть ниже можно чуть выше ну для удобства чтобы не цепляться если мы вот так можем ее конечно вот так вот сделать на самый верх но тогда у нас с вами поводки с крючками тут же зацепятся не надо очень высоко вот самое оптимальное вот видите я оставил здесь где-то порядка пяти сантиметров и они уже вот у нас ниже кормушки даже сама сам отвод из скрученной лесочки нежели чем наши поводочки и где-то вот на такой высоте мы с вами беремся пальцами зажимаем снова та же самая то что мы делали лесочка в переворот прокрут прокрут и двойное двойное продевание внутрь немножечко опустим и затянем видите теперь какой у нас свободный ход у нашей кормушки по отношению к отводу он увеличился то есть если у паттерностра он был небольшим то теперь он стал буквально огромным и снасть вот наша кормушечка лежит на дне передает любое движение рыбы не только вот так но и в любую из сторон вот почему это самое чуткое из монтажей это несимметричные петли здесь дальше для крепости можно в принципе обрезать сразу же одну из оставшихся лесок и сделать здесь петлю но тогда она будет одинарная и делал я по первости так такие скажем так ошибки это не совсем хорошо лучше всего сделать скруточку вновь мы крутим этим мы повышаем во-первых и эластичность лески и ее толщину скажем так толщину в смысле того что меньше будет истираться мы ее так достаточно быстренько сейчас с вами скрутим вот все скрутили зажимаем вновь пальцами делаем петлю вот у нас петля получилась вновь проворачиваем два раза протягиваем здесь можно даже три потому что они у нас две уже разные вышли и у нас получается с вами вот петля да наша двойная хирургическая петля можно связать сразу так можно сделать чуть другой вариант иногда я к нему тоже прибегаю сейчас распутаем то есть леска еще раз скажу вот это очень гибкая ее можно спокойно без всяких там она вот так и останется ровной с ней ничего абсолютно не случится мы можем с вами сложить ее пополам саму эту резку пополам прям можно где узелок вот наш приезжать пальцами вновь протянуть как вот мы прикладывали ее сюда то есть раз и вот под палец провернуть и соответственно продеть сюда уже готовую и сделать колечко вновь не портим пальцы пользуемся круглогубчиками вот у нас наша лесочка с вами она в сторонке нам не мешает сейчас мы ее намотаем с вами и хорошенечко затянем вот теперь с другой стороны пальчик сюда а здесь беремся и завершаем нашу работу здесь опять же оставляем один сантиметр остатки лески конечно убираем и если скажем так есть гарантия что сто процентов есть крупные рыбы в пруду где вы ловите вот на данную оснастку то вот эти все узелочки которые мы с вами вязали вот эти хирургические петли одна капелька буквально быстро сохнущего моментального клея замечательно будет держать и не будет никуда расходиться вот пожалуйста какой у нас огромный свободный ход то есть вот куда бы рыбка не дернула мы это видим и кормушечка у нас совсем исключена из обихода она не мешает рыба ее не чувствует это не симметричные петли мы снимем с вами кормушку опять ее отложим готовый монтаж вновь уберем с другим монтажем и займемся с вами симметричной петлей это третий из основных монтажей то есть вот эти с трубочками прочего закручивателя монтаж мы в расчет не берем это было давным-давно он неэффективен как где внутри у нас по трубочке ходит леска очень много пустых поклевок поэтому мы их просто не берем вновь такой же длина чтобы вы не обманывались вот прям на всю длину ваших рук закрепляем обрезаем и все то же самое что и с симметричной с несимметричной петлей выравниваем лесочку по кончикам вновь делаем петлю проворачиваем протягиваем опять же такую небольшую берем круглогубцы затянули но теперь делаем эту скруточку чуть-чуть подлиннее потому что у нас теперь над ней будет кормушка ну где-то порядка 15 сантиметров вот вполне достаточно такой вновь мы ее закрепляем раз два опять же двойную хирургическую петлю сейчас секундочку коротко слишком получается то есть не бойтесь распутывать если что-то даже у вас не так получилось не бойтесь никогда распутывать не ошибается тот кто ничего не делает вот вновь прижимаем делаем только меньше теперь сход перекручиваем и два раза продеваем и затягиваем раз и раз вот пожалуйста у нас скруточка готовая ровная идет вниз вновь берем наш вертлюжок с карабин и вновь не в две а в одну леску продеваем с вами наш вертлюжок то есть если мы до этого с вами делали смещение теперь оно не нужно он так и должен лежать вот так ровно для наглядности сейчас я повешу кормушку кормушечка наша висит чтобы было ее хорошо видно вот видно что она ходит и вот леска наша внизу то есть крючки уже здесь она не достаёт отступаем где-то порядка 10-15 сантиметров это где-то вот такое расстояние приблизительно и здесь вновь вяжем все те же нам хорошо известные двойной хирургический узел что-то не развязывается безумно удобно вновь не забываем о смачивании иначе леска перегреется когда мы будем затягивать между собой и вот пожалуйста то есть у нас входит кормушечка в этой петле и это уже идёт к основной леске это опять же здесь у нас крючочки вот так вот также на дне это всё работает но только как сами видите как вбок уже начинает двигаться грузила в отличие от несимметричной петли которая у нас и так и так а это вот мы чуть-чуть вбок тянем и уже пологлогрузилы то есть труба будет чувствовать сопротивление и здесь всё то же самое чтобы не вязать одинарную леску мы вновь делаем скрутку вращая леску сделали свернули пополам и здесь уже желательно здесь вот оставить кусочек небольшой лесочке открытой то есть не как там уже вот к узелку пальцами прижимали а вот чуть-чуть оставить там буквально сантиметр-два и вновь сделать хирургическую петлю продеваем палец берёмся за остатки лески не перепутайте пожалуйста вот с нашей скруточкой иначе просто она от этого повреждается мы её крепко зажимаем вот у нас получилось с вами убираем мусор монтаж симметричная петля тот же самый отводик кормушечка свободное расстояние от 100 150 200 ну не более 200 желательно просто слишком много не надо давать рыбе тоже перемещаться свободное расстояние и вот уже сама петля для крепления вот так вот это свободно перемещается сейчас мы откручиваем берём гармошечку и уберём монтаж вот мы с вами сейчас разобрали как просто можно оснастить свой фидер различными оснастками как просто сделать кормушечки при помощи всего лишь одних при всём применяемых круглогубцев и как это всё легко сделать самому и насколько это всё будет лучше и практичнее то есть их можно сделать ну абсолютно немеренное количество всё зависит от вашей фантазии ну и по кормушкам что ещё добавлю их можно делать из киндер сюрприз вот остаётся в чём игрушечка лежит упаковочка также отверстие паяльничком вырезается донышки также из-под аналоговой плёнки ещё если вдруг у кого-то есть такие фотоаппараты или попросить в фотосервисе также крышечку мы снимаем низ вырезаем делаем отверстие и всё то же самое и после небольшого перерыва мы с вами поговорим о правильности различных видов карповых монтажей и о удочках о спиннингах карповых опять же возьмём мы именно бюджетные варианты и как что можно дооснастить само и главное разберём волосяную оснастку потому что тут очень много вопросов по ней задавали это волосяная оснастка для использования не только бойлов как принято на неё также спокойно можно сажать кукурузу кусочки тесто какого-то более крепкого чтобы при забросе не срывало и объясним принципы насадки и прочих вещей благодарю за внимание